Привет! Вы наверняка знакомы с этим чуваком. И с этим. Ну и с этим тоже. Само собой вы их знаете, потому что хайп вокруг всех этих тварей скопился просто огромный. Причем не только на западе, но и на просторах СНГ Ютуба. В случае, если вы их ни разу не видели, вы либо не фанат Майнкрафта, либо просто-напросто все проспали. Ладно, ближе к сути. Название этого видео не кликбейт, и я действительно считаю, что все эти моды абсолютно не страшные, а вдобавок убогие. Разве что Кейв Двейлер способен немножко испугать своими истошными криками, выбежав на вас из темноты, но и тот быстро надоедает. И поверьте, мне есть от чего отталкиваться на своем канале. Я неоднократно записывал видосы с этими персонажами и даже играл вне кадра с другими подобными модами. Поэтому то, что я скажу, будет в первую очередь мнением человека, который сам опробовал данные моды на своей шкуре. Сегодня я разберу несколько причин, почему моды в духе Man From The Fog, или The One Who Watches, или Man Who Are Not Subscribed To My Channel, ну и все возможные типы мужиков являются плохими модами. Поставьте лайк, пожалуйста, чтобы продвинуть этот видос, я старался. Первая причина, из которой вытекают все остальные, это самобытность, а точнее ее отсутствие. Все эти моды, по сути, являются сплошной копией друг друга, лишь с немного отредактированным названием, но и чуть-чуть другими функциями персонажа. Нет, ну серьезно, посмотрите на этих трех ребят, они же буквально одинаковые, ну разве что имеют чуть разные модели, которые все равно довольно-таки схожи. Такое ощущение, что все эти моды либо делал один автор, в чем я, кстати, не уверен, если это действительно так, то поправьте меня в комментариях, либо авторы данных модов решили повторить тенденцию Apple раз за разом выпускать тот же самый мод в новой обертке и говорить, что это совершенно новый проект. А поэтому всякий интерес играть в данные моды по отдельности пропадает, а если запихнуть их в одну сборку, мир и вовсе станет неиграбельным. Кто вообще будет играть в Майнкрафт с десятками модов на бегущих и орущих тварей, которые превратят твою игру в бесконечное нажатие на кнопки возрождения? Отсутствие самобытности в этих проектах одна из главных причин, по которой данные моды являются мусором. Все это просто бесконечный конвейер, выпускающий один за другим страшный мод, дабы ютуберы отсняли видео на него, наигрно покричали и тут же забыли про этот мод. Признаюсь честно, я человек, который до усрачки боится различных хорроров. Я практически не смотрел хоррор-фильм и не играл в хоррор-игры, разве что проходил пару хоррор-карт в Майне и SCP Containment Breach. Скажу более, мне было очень не по себе снимать летсплей с модом на Херабрина From The Fog, который, кстати, я считаю довольно-таки неплохим модом, он даже способен напугать. Например, играя в него, я неоднократно ставил на паузу игру и отходил тупо посидеть на кровати. Ну или включить свет в комнате, потому что моментами это существо вело себя так, как будто он действительно обладает сознанием. Складывалось ощущение, что белоглазый Стив это не просто скрипт, который создан с целью напугать меня, а действительно нечто большее, загадочное, таинственное и необъяснимое. Когда ты сидишь один дома, играешь в полной темноте и совершенно случайно на экране краем глаза замечаешь, как кто-то на горизонте забежал за дерево, начинаешь невольно бояться и появляется чувство тяжести в груди. Так вот, я немного отошел от темы, данные индивидуумы не то что не вызвали у меня никакого чувства страха, а наоборот, они заставили меня смеяться со всей этой нелепости. Ладно, врать не буду, когда я первый раз играл с мужиком из тумана и не знал, что тот может делать, мне действительно было страшно. А в одном моменте я закричал, когда он на меня побежал, но в дальнейшем это стало слишком скучно и неинтересно, ты уже наперед знаешь все действия данной сущности, потому что их слишком мало и больше никакого страха его рожи у тебя уже не вызывает. Способ, которым данные моды пытаются нас напугать, до боли прост. На тебя бежит орущий монстр с тонкими конечностями и высоким ростом, и в подавляющем большинстве случаев это единственное, что способен предложить мод. Моды надвеллеров всеми силами стараются быть страшными, но к сожалению выходит у них это довольно плохо. Что касается людей, которые спокойно смотрят хоррор фильмы, играют в хоррор игры и вообще не являются такими же боязливыми как я, все эти псевдо хоррор моды выглядят смешно и нелепо. Это пожалуй самая главная проблема, мод является хоррором, но за все время играя в него ты испугаешься не больше трех раз. Про то, что данные моды вообще почти ничего не добавляют в игру, кроме орущего придурка, я бы вообще умолчал, но все же стоит осветить эту тему тоже. Ну вот посудите сами, вроде бы ты скачал хоррор мод, решил поиграть, проверить сможешь ли ты выжить, и вот твоя первая встреча с исчадием ада, казалось бы, все, конец, он тебя сейчас убьет, нужно бежать, но на самом-то деле просто не наводить свой курсор на него, дабы избежать встречи с ним, а со временем он сам от тебя уйдет. Да уж, как-то не очень интересно получается, от кейф-двеллера достаточно просто закрыться блоками, вот этот чувак я не совсем знаю, что делает, но вроде бы построиться на три блока вверх от него тоже труда не составит. Ну само собой разработчик Man From The Fog понял, что его моб слишком легко контрит, и тогда он придумал просто гениальную идею. Если игрок находится в своем домике, пока вокруг него бегает это чучело, он просто начнет херачить его молниями. Ах, да, вот это класс, вручите ему кто-нибудь премию за самую оригинальную и страшную идею. Нет, а если серьезно, автору ничего более интересного в голову не пришло, почему бы не сделать так, чтобы он ломал блоки, например, или рыл подкоп? Все это убивает в ноль атмосферу страха, и раз уж я упомянул этот термин, наверное, стоит объяснить, что он значит в моем понимании, и что создает то самое неприятное чувство в груди. Смотрите, для примера я возьму игру, которую ранее уже упоминал. SCP Containment Breach. Это старая, но до сих пор пугающая игра. Сильно в сюжет игры погружаться не буду, если есть желание, можете сами ознакомиться после этого видеоролика. Так вот, мы играем за парня, который попал в секретный фонд, из которого ему нужно сбежать. Данный фонд ловит различные аномалии по всему миру и старается их удержать. Ну и так получается, что из-за поломки происходит сбой, и все аномалии покидают свои камеры. Вооруженному охраннику, который знает здесь каждую комнату и поворот, выбраться живым практически невозможно, что уж тут говорить про игрока, который вообще не знает куда ему идти. Так еще и у него ничего нет при себе. Итак, ближе к сути. В данной игре очень много различных факторов, создающих атмосферу страха. Но важнейшим является чувство безопасности. В игре нет ни единой локации или ситуации, при которой ты будешь чувствовать себя в безопасности на все 100%. И этим она пугается, но если рассмотреть мной вышеупомянутые моды, в них данная черта отсутствует. Да, гениально сравнил мод на Майнкрафт и игру. Ладно, пропустим это. Игроку достаточно просто построить дом. Он способен отгородить себя от всех этих мобов, из-за чего мод полностью перестает тебя пугать. Игрок чувствует себя комфортно в доме и знает, что моб его просто-напросто не достанет. Вот и все, вот и весь геймплей. Тебе не нужно придумывать способы, как обезопасить тебя от этого монстра. Достаточно построить коробку 3х3 и сидеть в ней. А даже если придет мужик из тумана, то тебе достаточно не смотреть на него. И все, ты победил. С кейф-двеллером та же ситуация. Ну, спустился ты к нему в шахту. Ну, побежал он на тебя. Так застройся блоками или прокопай туннель в стене. В чем проблема? Нет кирки или блоков? Зачем ты тогда вообще идешь в шахту, узная, с каким мобом столкнешься? Играть с этими модами просто-напросто неинтересно. А предсказуемость всех их действий и отсутствие разнообразия в них вообще превращает этих персонажей в глупых NPC. До этого я также упоминал мод на Херабрина From The Fog. И говорил, что Херабрин ведет себя так, словно он действительно обладает сознанием. А не является пустым NPC, как мода на двеллеров. Что и делает этот мод страшным. И априори я считаю, что все хоррор-моды на Майнкрафт должны быть в тенденции From The Fog. То есть действия персонажа должны быть интересные, продуманные, прописанные. И персонаж не должен себя вести так, как будто бы он просто тупо заскриптован. Иначе, как я уже сказал, это убивает просто всю атмосферу страха. И хоррор-мод превращается в обычную пустышку. Время подвести итоги данного видеоролика. Сложив все сказанные мной причины, можно с уверенностью заявить о том, что все эти моды максимально примитивны и в той или иной степени является копия друг друга. В них нет ничего своего, а от монстров можно спрятаться просто прикрывшись блоками. Поэтому играть в это становится максимально неинтересно, а уж тем более не страшно. Друзья, в первую очередь я высказал свое мнение касательно всего этого, поэтому не кидайтесь в меня камнями, а лучше напишите в комментариях ваше мнение. Я с удовольствием его почитаю, скорее всего даже с чем-то соглашусь. На этом я буду заканчивать, надеюсь, что разработчики подобных модов постараются придумать что-то интересное и сделают действительно страшные моды в следующий раз. Не забывайте переходить в мой телеграм и вступать в мой дискорд сервер по ссылке в описании. Там я, кстати, часто бываю в сети и общаюсь со своими зрителями. Спасибо за просмотр, друг, я действительно ценю то время, которое ты мне уделил. Поддержи меня своим лайком и подпиской, а в будущем ты с гордостью сможешь сказать, что был олдом моего канала. Мое имя Дентер, надеюсь, еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok